Субтитры делал DimaTorzok 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 явлений жизни я могу рассказать такую историю случившуюся еще в 2015 году и для меня это уже очень давно в силу какой-то скоротечности времени же ну я работал в охране контролером то есть у меня еще не было разряда я даже не был охранник то есть я был контролером на самом деле контролер никак не отличается от охранника же по крайней мере в этом в этой организации я вообще не чувствовал разницы между контролером и охранником то есть все так же и мы работали сутки через два дня то есть сутки работаешь и два дня отдыхаешь дело было ночью меня там поставили на пост у реки фактически же то есть это была территория порта ну и меня там посадили за пост что находится по сути на берегу то есть этом ночью склады обходил вдоль этих кранов что груз разгружали там с вагонов и это дело благополучно переправляли на кораблях же ну я такой ночью решил вздремнуть знал что начальство по крайней мере до утра не побеспокоит и я находился в будке ну знаешь вышка ну да то есть с небольшую комнату помещения я такой рацию подкрутил то есть мне что-нибудь сказали бы я такой подорвался ну и будильник я такой поставил и сам я такой думал просто прилечь и даже не думал вздремнуть я такой думал приезжей дело близилась к двум часам ночи же но я такое не снимая берц прилег там на кровать то есть там в помещении была кровать и стол спать нельзя и при этом стоит кровать я такой этой возможности воспользовался же такой прилег на кровать и рацию такую прям ухо положил и лежу не лежу и такой все думаю об этом начальстве думаю что вдруг они такие это с проекта приедут ими никто не успеет об этом доложить же и во время этих раздумий что-то я залип то есть это хочется в одну точку смотрел и как-то это глаза сомкнул я даже не понял что что случилось я такой просто что глаза прикрыл такой ну как моргнул и такой глаза открываю что такое посмотрел на рацию все нормально и такой на время посмотрел вроде бы и и у нас там было всего два окошка и окошки при этом на уровне пояса находятся же но то есть получается что ты видишь и по сути ноги в эти окошки то есть вот кто-нибудь бы зашел и ты видел бы чисто ноги ну и я такой это вижу и что такое взял и на окошко посмотрел и смотрю в окошке голова причем это какой-то старик с бородой то себя вижу лицо довольно отчетливо и он такое просто на меня смотрит и у него при этом еще голова дрожит чем-то напоминает болезнь паркинсона же но такое на меня смотрит и я на него смотрю и так прошло где-то с 3 секунды то есть я такой то есть смотрю и до меня еще вообще ничего не доходит и и вдруг у меня такая паника началась то есть я понимаю чтобы кто-то зашел на территорию кто-то такой на меня смотрит я такой заорал такой блять подскакиваю такой и у меня там дверь бывает на щеку закрыта же и я почему-то такой коте щекоте такой подбегая ее открывают вообще до сих пор 10 не понял жидко подбегая открывая и никого я вообще ничего не могу понять я такой осматривалась по сторонам еще это она там такая высота там вообще по ступенькам не успел бы спуститься и спрыгнул и разбился бы ну никого никого и я еще такое это зашел за пост такой то есть я такой по крыльцу походил такой блять что-то ничего и я такое уже обратно такое возвращаясь такое думаю что ты какая-то хуйня и меня это и осознание приходит того что вообще-то окошко на уровне ног и то есть там блять ты вообще даже пополам сложить и никак у тебя голова быть не вместилась в это окошко то есть там надо только наш как-то лечь чтобы у тебя быть ноги короче свисали с этого крыльца и меня вообще с этого передернуло я потом вообще в эти сердце не мог не заснуть ничего то есть я вообще прикурил конкретно я даже не понял что это было я вообще думал что это нечто из разряда осознанных сновидений то есть человек такое засыпает и в итоге он во сне просыпать то есть он думает что проснулся на самом деле это все сон и в какой-то момент он действительно просыпается и у него нет разделения сна и реальности то есть у него эта граница это стирается попросту но и в итоге так получилось что я там на следующей смену узнал что на этом месте рядом с этим местом 6 человек бетонным блоком задавило то есть кран поднимал бетонный блок и там над этой плиты ну знаешь есть люди которые корректируют этого крановщика то есть они ему показывают его сюда ставь а там блять 6 человек стояла ну и они там там ааа и у него блять трос вообще оборвался и блять короче хуй як в блин блять но кстати вот об этом я не знал что такое там перед этим происходило эту историю я слышал но вот это для меня новое развитие там это вот прямо рядом произошло я как-то это тоже не это не сопоставлял быть потом я уж такой что там начал мистицировать то есть муж это как-то взаимосвязано ну я конкретно подобосрался вы в принципе на этом все и вот еще одна история тут уже совсем не ясно не ясное дело что там было на самом деле возможно это было просто какое-то животное или еще что-то но мы напугались на самом деле до устрачки вот это было ну не совсем в тот период немножечко все таки это было явно позже сложно мне так сказать может быть в классе шестом седьмом наверное я примерно был сложно сказать по годам конкретно когда это было но это было точно летнее время и мы с компанией дворовых ребят так сказать знакомых товарищей пошли в лес за дом за черникой нам почему-то взбила в голову идея набрать черники вроде как ягодное относительно лето было вот и отправились мы короче за черникой там нас было примерно человек четыре наверное да я еще трое человек трое ребят вот и все казалось бы неплохо было собирали мы ягодки но там не особо их много было вот и зашли мы довольно таки глубоко уже в чащу леса внезапно начали происходить какие-то странные вещи сначала мы услышали нет мы несколько раз даже слышали как будто бы шаги то есть кто-то явно ходил где-то в отдалении но мы особо не шуганулись поначалу потому что думали ну возможно что какие-то там просто люди тоже ягоды или там грибы собирали или просто кто-то шел например вот это было несколько раз но мы немножко насторожились вот и потом внезапно опять были шаги и они как будто бы приближались к нам как будто бы человек шел нам навстречу то есть там ломались ветки кусты это показалось там странно мы немножечко насторожились но в один момент произошло какое-то безумство как будто бы вот это вот я не знаю персона сущность виде гномика которая направлялась к нам она просто ускорилась в разы то есть это существо просто побежало на нас с неимоверной скоростью но мы не видели потому что там я говорю было много веток деревьев вот и повсюду короче уже начали просто валиться ломаться деревья то есть конкретно падали деревья в общем у нас началась просто дикая паника там ну чуть ли уже не до слез дело короче мы подумали что ну возможно это может какой-нибудь обезумевший кабан как вариант и мы разделились короче с чуваками и помню что подвое залезли на деревья довольно таки высокие вот но мы не исключали вероятность того что может быть это и медведь какой-нибудь а может быть какая-нибудь там неведомая сущность потусторонняя нас атаковал в лесу но очень было очень стрёмно и вот что самое странное в этом то что деревья падали вот мы уже видели что падают деревья но при этом мы не видели ни животное не человека ему там не чтобы то ни было там не какую-то там облака там зеленый или там еще что-то то есть ничего потустороннего но конкретно мы видели то что падают деревья там ломаются ветки и так далее как будто бы кто-то там бегал и это нас преследовало какое-то время но в общем долго сидели в итоге на деревьях я помню что до ягод нам уже никакого дела не было мы там ведерки эти растеряли дали потом такого дёру оттуда короче из леса туда и в общем это была очень криповая история после этого мы туда наверно больше не ходили а где это было именно но это вот у нас за дом как раз то что лесок сейчас у нас там этот ледовый и вот где мы еще однажды нихерово утонули да 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 именно вот по этой тропке вот туда в чащу немножечко мы зашли вот оттуда же мы в панике убежали ты уверен что там все выжили потому что сразу же после этого только двое пришли ко мне сюда рассказать об этой истории вот возможно что кто-то и не выжил в итоге ты их видел после этого но не всех кто-то я видел но несколько человек было с которыми но мы особо не общались но они почему-то в тот раз вот два человека или один каким-то образом с нами почему-то пошли понятно и еще такой случай уже комичный он уже из детства же то есть помню как-то был второй или третий но внутри эти класс я такое это учился со второй смены то есть вы начинаете где-то с обеда и приходите там где-то к пяти или шести часам и уже зимой в это время темно же но я такой к дому поднимался и я перед этим днем смотрел необъяснимо но факт потенты показывали необъяснимо но факт ну то есть это 2005 2006 что ли и там показывали про смерть там показывали про смерть с косой что-то такое то есть человек перед смертью видит к смерть с косой и я такой будучи третьеклассником шел со школ уже блять ночь ничего не видно в ночь ну вечер ничего не видно и снег и такой поднимаясь и смотрю какая-то женщина в балахоне такая это брать на месте топчется и при этом еще это у нас светило и показалось что лицо такое бледное я подумал что это смерть и такой горячек от топил блять в итоге блять выяснилось что это там у нас какая-то жила пожилая женщина на улице ниже я хочу иногда просто в снегу застревала такая на месте топталась но есть такие люди у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом и они уходят окнаешь так еле-еле душа в теле по логике просмотренного тобой выпуска невероятно но факт тебе можно было не бежать как бы ты увидел смерть как бы все стало ясно но окей теперь я сдохну ну да получилось что она просто там где-то в сугробе встряла конкретно я это воспринял как что-то очень и очень страшное же то есть я думал что это там она такая типа значит уже руки потирает такая и что ты замышляешь на самом деле это просто на месте топталась и не могла выброс мне довольно обидно что все подобные истории они как бы они в основном мы еще довольно молодые и они все у нас происходили в принципе в детстве и связи с этим можно многие вещи списать на какое-то разыгравшиеся детское воображение например и как бы все такие короткие истории которые случались со мной их ровно на то же самое можно списать это например когда мы с одним из одноклассников гуляли по школе мы любили это делать когда у нас не было уроков определенных между уроками именно ходить по школе когда никого больше в школе нет мы также любили еще иногда собственно залезть после учебы и бродить во тьме по школе это тоже было интересное занятие но тогда мы именно днем просто ходили по школе болтали и у нас есть у школы определенный коридор который совмещает два корпуса школы и обычно он был всегда заперт в нем очень редко кто-то бывает в нем куча каких-то непонятных кабинетов в одном из них было качалка в одном из них точно я видел щель bust ленина и вот в одном из таких кабинетов где был бюст ленина там была запертая решетка в этот коридор но сквозь шок был видно коридор и была запертая решетка и был самый вот первый кабинет запертый тоже снаружи, на нём висел замок. И мы что-то просто стояли, болтали рядом с этим кабинетом, и вдруг дверь этого кабинета начала просто яростно срываться с петель. Очень быстро и очень сильно, как будто кто-то очень-очень-очень хотел оттуда выбраться. И, естественно, нас это перепугало, и мы убежали оттуда, и мы просто думали, какого хрена? Какого хрена? То есть, если чисто подумать, рациональные какие-то размышления, они могут быть, но они всё равно поехавшие. То есть, кто-то оставил запертым ученика в кабинете за двумя замками, то есть сначала запер его в кабинете, после чего запер его за решётку этого коридора, это уже само по себе странно. И плюс, никто не говорил никаких слов. Это было очень долго, мы сначала очень долго стояли, прежде чем что-то за этой дверью просто не выдержало нашей болтовни, видимо. Вот такая вот вещь, которую я до сих пор не могу понять. И есть одна весёлая вещь, которая полностью рационально объяснима, но это не отменяет того, что мы тогда дико переслались, и я не помню, было ли это с тобой или нет. Это чувак с бинтами? Да-да-да-да. Тебя там не было. Ну и насчёт НЛО можно упомянуть. Всё же НЛО является неопознанным летающим объектом уже, то есть НЛО такая аббревиатура. И, в принципе, под данную аббревиатуру попадает любой неопознанный летающий объект. То есть, ты что-то не понял, это и есть неопознанный летающий объект при условии полёта в небе и его неопознанности же. Как я и говорил это в предыдущем выпуске, что это не обязательно корабль, управляемый пришельцами. Да-да, ну и это две истории, то есть, одна у меня даже на видео зафиксирована, и она случилась значительно позже же. Я такой как-то в 2014 году в комнате лежал вечером, и у меня в комнате окно с видом на лес, и у меня ведь здесь горы, и я такую картину довольно интересную наблюдал всё же. Я как-то обомлел, я даже про камеру забыл. Ну, знаешь, такие ситуации, в итоге очень об этих ситуациях жалеешь, и никто не поверит. Я такой лежу вечером и что-то смотрю в окно, и вдруг замечаю, что как будто какой-то светлячок летит же. Ну, в небе летит какой-то объект жёлтого цвета и округлой формы же. Ну, и вот такой летит, покачиваясь. Ну, он летит, покачиваясь, то есть, это уже не какой-то шар. То есть, знаешь, запускают из мусорных пакетов такие шары, и они летят, и горят, и видишь, что такая жёлтая точка вверх просто летит, и в итоге это дело благополучно ветром вдувается же. Ну, а здесь летит, покачиваясь, и останавливается. То есть, это не какой-то спутник. Ну, бывает, что человек спутник может за НЛО воспринять. Ну, а здесь этот шар пролетел, остановился, и вдруг подлетает ещё несколько таких шаров. То есть, он как будто подождал своих сородичей, и они так же покачиваясь, неспешно, именно неспешно, полетели в сторону этой горы, что находится за моим домом уже. Ну, так-то всего в жизни я наблюдал три неопознанных летающих объекта. А, даже четыре. И именно три из этих случая происходили именно рядом с моим домом. Кошка здесь дверь выламывает. Ну, и один из этих случаев я завиксировал на видеокамеру, к счастью же. Я такой пошёл кормить собаку, и вдруг увидел какой-то неопознанный летающий объект же. Ну, я сначала подумал, что это шар, сделанный из мусора же. То есть, из мусорного пакета же. То есть, как-то умудряются какой-то баллончик вставлять, что ли. То есть, делают нехитрую конструкцию и запускают а-ля китайский этот шар. Я подумал, что также какой-то кусок долбоёба запустил нечто подобное, и оно сейчас кому-нибудь, блядь, крышу уебётся. Что, как вариант, куда страшнее, чем любые инопланетяне, блядь. Ну, естественно. Ну, и здесь я также подумал, что это какие-то дети балуются и решили к ночи запустить что-то такое же. В итоге, смотрю, данный объект завис в буквальном смысле этого слова же. То есть, он во время своего движения с чего-то вдруг остановился и такой покачивается. То есть, я на него посмотрел, и он такой остановился, словно меня заметил же. Ну, и, естественно, я, недолго думая, побежал за видеокамерой, и с этого момента начинается видеосъёмка же. Я такой выбегаю и начинаю снимать этот объект. Я ещё там подписал, что так-то там, так и так. То есть, что-то этому предвещало. И так он и улетел, и не обещал вернуться. Ну, и я не знаю, что это такое. То есть, вполне возможно, что это может и какой-то хинопланетный корабль. Ну, по крайней мере, это не было сделано на Земле. То есть, здесь можно философствовать, что мы не одни во Вселенной и прочий вроде бы антинаучный бред, что ли. Ну, я считаю самым антинаучным бредом утверждать, что во всей Вселенной только лишь на одной планете сформировались условия для жизни. Ну, да. Здесь также получается, что есть такие люди, которые утверждают, что мы есть, и кто ещё может помимо нас существовать же? Ну, вот. Но там было просто несколько людей, поэтому я не помню, кто точно там был. Мы просто болтали, естественно. Мы тогда вовсю увлекались зомби, и, естественно, мы будем видеть этих зомби повсюду там, где их нет. И, короче, тут один из нас просто сказал то, что, ну, так, по приколу, типа, а вон он зомби идёт, а это была тоже зима, по-моему, близко к Новому году. И просто между умов, вот прямо по дороге, прямо на нас шёл медленно, изгибаясь, весь просто падая мужик, который был одет не по погоде, у него был просто свитер, короче, штаны. Он, на нём не было никакой шапки, и его руки были перевязаны бинтами. Вот эту деталь я запомнил, как бы. Он вот так вот шёл, как-то, не обращая на нас внимания. Звуки, которые он создаёт, это уже я сам представляю. Мы их не слышали, естественно. Я представляю, что он создал звуки, типа, и он это услышал, то, что, типа, мы назвали его зомби. И он резко поднял голову и побежал на нас, как зомби из «Рассвета мертвецов», из ремейка «Рассвета мертвецов» или «28 дней спустя». Он вот именно на нас так побежал. Естественно, мы пересрались, хорошо, что мы были рядом с подъездом, мы тут же забежали в подъезд, и мы просто заблокировали дверь, потому что мы думали, что он будет рваться туда. То есть мы её начали вот так вот держать. И я не знаю, как кому, но мне почему-то, когда мне реально страшно, мне почему-то становится смешно всё время. Нервная реакция, и у меня просто невольно выбивается дичайший смех какой-то, сумасшедший. И тогда это было точно так же. Ну, где-то постояв так минуту, мы открыли дверь и обнаружили, что там уже никого нет. То есть он не решил всё же рваться в подъезд. Это ничуть не сверхъестественная история, но это не отменяет её... Это очень крипово, на самом деле, я бы там обосрался, наверное. ...интересности. Но это было очень коротко. То есть вот эти обе истории, они произошли, то есть, в очень такой короткий момент. И там же, кстати, вот этот самый подъезд, где вы блокировались, там была очень странная мистическая история. Мы как-то вышли из этого подъезда, и там, короче, стоял чувак, который кого-то ждал. Он спросил, по-моему, у нас закурить или ещё что-то, или нет. Точнее, спросил он, на сколько времени. И он грыз семечки. И он очень быстро грыз семечки. И он за пару секунд там целую огромную гору, короче, очисток нагрыз. Да-да-да-да. Это какой-то флэш был. И вот это вот было в детстве. А если что-то сейчас более таинственное, ближе уже к взрослым годам, это то, что зимой, когда... Ну, и не только зимой, а вообще, когда просто видно чистое небо, наверное, многие из вас тоже замечали то, что... Так называемые неопознанные летающие объекты, то есть неопознанные нами лично, то есть мы не понимаем, что это такое. Это же, ну, как бы, это постоянное вообще явление. То есть оно совсем нередкое. То есть мы часто видим какие-то зависающие просто на одном месте огни над лесом, которые потом так постепенно пропадают. От гаражей тогда вылетел тоже... Да, от гаражей вылетел летающий огонь. Вот просто сгусток пламени, который продолжает гореть в небе, и оно летает туда-сюда, как будто оно разумное или, не знаю, сумасшедшее. То есть не то, чтобы оно как-то на ветру летало, но это реально был летающий огонь. Я не знаю, ну, кто-то из вас, возможно, тоже видел какой-то летающий огонь. Кто-то скажет, что это какие-то китайские фонарики. Нет, мы видели не раз китайские фонарики, они выглядят не так. Это не просто огромное пламя, которое летает. Это буквально летающий фаерболл. Не знаю, элементаль какой-то. И вот летом, когда мы снимали «Обитающий во тьме 2», это было лето 2016-го, это было довольно жаркое лето. Ну, поначалу оно было дождливое, но потом оно стало реально жарким. И вот мы решили сходить на реку в ночи уже. И подходя к реке, мы увидели просто огромный красный шар над горизонтом. Я подумал то, что это как бы кровавая луна. Тогда уже как бы подходила к концу лета, и к концу лета луна часто становится именно красной такой. Оранжевой, либо реально красной. И я подумал, ну да, это луна, типа, я охренел от ее размера. То есть я охренел изначально от размера луны, что я думал, что есть луна. Я, ну, громко как бы охренел, побежал к этой хрени. Ты вроде бы это тоже как бы успел мельком заметить или что-то. И буквально за несколько секунд, когда я уже просто подбежал к берегу увидеть это поближе, этого уже не было. А небо было чистое. То есть это не могло очень быстро скрыться за облаками или что-то. То есть и уже просто подумав над масштабом того, какой это был огромный шар или что-то огромное красное. То есть оно реально было большим даже для луны. И оно было, то есть вот над горизонтом. И что-то, что исчезло очень быстро.